Добрый день дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу как нужно обрезать и укрыть в зиму розы. В частности чайно-гибридные, фордерные и почвопокровные. Обрезку нужно делать вовремя. Если рано сделать обрезку, то будут несозревшие молодые побеги. И вот, для примера, показываю на другом кустике. То есть эти побеги еще не вызрели, их обязательно нужно будет вырезать, они в любом случае погибнут. И удаляем все сухие ветки, удаляем поломанные ветки и оставляем жесткий каркас. То есть маленькие там веточки, все убираем. Вот тоже здесь конкретный пример несозревшие ветки. Также фордерные. Вот здесь видно очень хорошо. Молоденькая веточка вылезла. Вот хотя я обрезку не делала, но видимо просто срезала розы и выросли такие веточки. Итак, чайно-гибридная роза. Я удалю сейчас листики, чтобы вам лучше было видно. И как мы обрезаем, то есть до какой высоты. Эта роза пойдет под укрытие, поэтому я оставляю, сейчас вот здесь уберу, вот мелкие. Вырезаем, вот видите, все, какая поросль идет оттуда. Это скорее всего уже шиповничек, а мы его удаляем. И отсчитываю по стволику почки. Раз, два, три, четыре. И отрезаю. Ну даже можно чуть повыше, потому что весной можно будет сделать корректировку. Несмотря на то, что будет укрыто растение, то есть я делаю отсечение над пятой почкой. И вот так пойдет эта розочка в зиму. Ну вот букет можно будет сделать осенний такой красивый. Жалко резать, некоторые жалеют, до последнего держат, но ни в коем случае. То есть обрезку нужно сделать, когда начинаются первые заморозки ночные. Далее, да, вот так же я еще один ствол сейчас обрежу над пятой почкой. Вот таким вот образом делаем ровный срез острым секатором. Секатор надо обработать перед тем, как вы работаете. Вот такие ветки мы тоже обрезаем, да, то есть есть боковая ветка пошла. Мы не оставляем это, делаем над почкой отрез. Вот здесь, видите, то есть это я уберу совсем. Уже старое, вот он даже сломался, старый закостеневший низ. Не нужно оставлять это, не нужно думать, что будет пышнее и красивее куст, если вы сохраните все побеги. Мы убираем все старое, все не нужно. И, конечно, вот такие вот нужно обрезать специальным садовым секатором. Вот я сейчас, эта роза уже не первый год и постоянно омолаживаю ее, да, в результате получаю очень хороший такой симпатичный кустик на летом и хорошее цветение. Листву, которую мы срезали, ни в коем случае нельзя использовать для укрытия корневой системы вокруг роз, потому что на листьях могут быть болячки. Вот здесь видно на этих листиках конкретно, что есть поражение грибковое, поэтому эти листики нужно сжечь. И, да, вот сейчас посмотрим вместе. Видно пятнышки коричневые, то есть это вот и следы мучнистой, вот ни в коем случае это не идет на укрытие. Убираем все это перед укрытием уже в зиму. Сейчас я делаю подготовку перед укрытием в зиму. Я еще обработаю, вот садовым варом нужно заделать хорошо все срезы, чтобы розочка хорошо перезимовала, не болела. И все розы, собственно говоря, весь сад я обрабатываю бордосской смесью. Это фунгицид, который позволяет бороться с грибковыми заболеваниями, паршой, мучнистой ростой и другими. Укрываю я корневую систему вокруг роз листвой с орехом. Нельзя брать листья, опять же, да, там яблони, груши, если есть заболевания на этих листьях, такие листья лучше срезать. Ну, орех природный антисептик, там много йода, поэтому листва это очень хорошо идет для укрытия. И вот здесь рядом клематис, как я показала, да, его тоже одновременно накрываю. Можно сделать укрытие корневой из еловых сосновых веток. Это вот у меня ветки хранились с прошлого года. Я заготавливаю весну, на два года их хватает. Вот, ну, это я как бы образно, либо то, либо то прикрываем. И потом делаем каркас над розочкой. Каркас может быть вот такой, вот тренога. И укрывным материалом в два слоя я заворачиваю. Либо, да, вот на примере другой розы, здесь я торф насыпала. И опять же показываю, да, вот такая вот треножка может быть. Здесь еще клен у меня не укрыт. То есть я сначала все это подготавливаю, и когда начинаются минусовые температуры, потом заворачиваю. И вот опять же, да, укрывной материал хорошо завязываем шпагатом, чтобы не сдуло ветром, придавливаем камушками. Вот, либо, да, на примере другой розочки делаем вот такую конструкцию из двух дуг. Обязательно посередине нужно их скрепить. И также мы обматываем укрывным материалом. Бордюрные розы красиво цветут, жалко срезать. Хочется, чтобы еще немножко постояли цветы, но тем не менее, через два дня обещают морозы, поэтому я обрабатываю. Вот обработка на лицо, да, вот того кустика, который мы видели буквально три минуты назад. Все лишнее удалено, все мертвые побеги удалены. И то же самое, да, подготовка к укрытию, листва. Ну вот посмотрите, здесь, да, у меня подряд идут бордюрные розы, и можно... Сейчас, секундочку, так вот листву пригребу, и потом такие у меня бордюры есть вокруг клумб. Я их вынимаю и использую для укрытия бордюрных роз. То есть между ними я выставляю секции металлического бордюра. Они служат каркасом. И одним полотном накрываю лутуросилом. Любым укрытым материалом, который вы купите. Я использую белый, меня иногда спрашивают, можно ли черным. Я использую белый. Черный не для укрытия. Черный для того, чтобы сдерживать рост сорняков. Все-таки должно солнце и свет поступать к растениям, к накрытым. Вот такая конструкция нехитрая. Если, конечно, у вас нет таких бордюров, можно использовать деревянные ящики. Они в изобилии возле магазинов. Я беру их возле магазинов. Магнит, семейный магнит. Это ящики из-под апельсинов. Они легкие. Легкая конструкция. Ими можно накрывать. Их можно поставить между роз и укрытым материалом. Или же, для примера, молодые мои бордюрные розочки. Они небольшие. Здесь такая несложная обрезка. Я убираю соцветия. Срезаю розочки. В остальном, да, еще как бы молодые там все побеги. Ничего больше я не буду удалять. Вот так сейчас удаляем. Листва, сверху коробка и кусок лутросила. И придавливаю камушком. Все, роза прекрасно перезимует зимой. Почва покровная. Здесь никакого укрытия не нужно. Они прекрасно зимуют без укрытия. Просто обрезаем соцветшие и даже не отсветшие. То есть подготовка должна быть к зиме именно такая. И все, и они прекрасно будут зимовать. Вот еще один вид почвопокровной розы. Вот видите, она собирается еще только цвести. Конец последних дней октября. Она вот, красотка, все собирается у меня порадовать своими цветами. Друзья, она у меня на стеле. Можно отцепить. То есть, если вы используете какие-то конструкции для роз, можно отцепить и просто уложить на землю и присыпать листвой. И она прекрасно перезимует. Но я не буду этого делать, потому что это уже как бы ежегодно происходит. Я ее укрываю. Вот так я заправляю все побеги вовнутрь моей конструкции, поддерживающей эту розу. Внизу на землю срезанные цветы. Прикрываю корень. И заматываю. Здесь в данном случае у меня такая симпатическая мешковина. И завязываю шпагатом. Сверху еще оставила отверстие. Внизу не придавила края камушками, потому что нет еще морозов, чтобы воздух туда поступал. То есть, наглухо я еще не закрыла. Но как только станет холодно, я все это укрою. Вот так, друзья мои, просто легко. И ваши розы будут вас всегда радовать. Продолжение следует...